700 молодых педагогов области приступят к работе 1 сентября, 50 из которых – педагоги специального образования. Ко дню знаний в Институте развития образования прошло заседание совета, где подвели итоги и наметили цели на новый учебный год. На встрече чествовали лучших сотрудников, которые придумали и опробировали прорывные проекты в области образования, аналогов которым на сегодняшний день в Беларуси нет. К примеру, такие как «Директорская среда», «Судьба страны в руках учителей» и проект по созданию методического образовательного ресурса для воспитательного потенциала урока, который будет размещен на сайте Национального института образования. Также впервые в истории существования премии правительства в области качества учреждение системы дополнительного образования для взрослых стало лауреатом. Такому новому статусу планируют соответствовать и дальше. В этом году мы запускаем два новых проекта. Во-первых, чат-бот, подключая искусственный интеллект для молодых педагогов, чтобы в режиме реального времени при любой трудности молодой педагог по любому предмету, по воспитательной работе, по социальной работе мог обратиться к нам, и мы ему тут же поможем, подскажем, как выйти из ситуации. И повторюсь, учитывая, что очень много в этом году пришло педагога специального образования, мы планируем организовать, возможно, зимнюю, но летнюю точно школу педагога специального образования, чего еще тоже в республике нет. В этом году будет запущен проект «Судьба страны в руках учителей», в котором расскажут о выдающихся педагогах Гродничины, тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне, помогал восстанавливать страну после, педагогических династиях и заслуженных деятелей образования. Субтитры создавал DimaTorzok